здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня день рождения иосифа виссарионовича сталина хотя говорят что он его справлял 21 декабря что тоже не случайно потому что 21 декабря это день зимнего солнцестояния и сейчас как раз наступают эти дни и я считаю совершенно уместным сделать этот фильм думаю что очень многим будет интересно потому что вот на днях буквально 12 числа тоже в знаменательные масонские числа 12 12 20 21 мы с группой наши единомышленников соратников побывали в музее бункере сталина так называемый бункер хотя я думаю что это никакой не бункер засыпанное древнее сооружение которое использовали под укрытие потому что находится на глубине 9 метров конечно же это не бункер это просто укрытие секретное укрытие которое было сделано перед войной именно для ставки так вот там в этом музее и купили мы эту книгу сталин правда и ложь и автор жухрай жухрай по всей видимости но возможно даже я так предполагаю возможно имеет отношение к родственник родственной связи некие и ему были даны вот как родственникам им давались архивные документы нас на на основе которых он написал эту книгу с чем-то можно согласиться чем-то нет чем-то он скажем так имеет взгляд я так поняла как автора взгляд официальной истории на каких-то соратников сталина ну или так называемых соратников например таких как жуков я не считаю что жуков был соратником сталина и историк мартиросян доказал это что жуков и тимошенко они скорее всего работали или были связаны с германской разведкой поэтому были провалы первые годы войны как раз на западном фронте где командовал жуков но тем не менее в этой книге пойдет речь именно о характеристике сталина как человека я хочу зачитать конкретно из книги то что записал автор жухрая потому что он писал из документа поэтому я не хочу пересказывать я хочу именно зачитать речь идет и события здесь идут и характеристика о начале войны первых днях войны и здесь берутся воспоминания жукова но мы знаем что они правились эти воспоминания да и жуков неоднозначная фигура потому что он поддержал переворот военный переворот или государственный переворот когда он поддержал армии хрущева когда был так называемый развеян культ личности сталина поэтому к воспоминаниям жукова можно относиться по разному но вот я просто процитирую надо сказать что с назначением и вы стали на председателем государственного комитета обороны верховным главнокомандующим и наркомом обороны писал своих воспоминаниях георгий константинович жуков в генштабе центральных управлениях наркомата обороны госплане ссср и в других органах правительства и народного хозяйства сразу же почувствовалась его твердая рука каждый член гк о получил конкретное задание и строго отвечал за выполнение планов народного хозяйства на одного из них возлагалась ответственность кстати здесь сноска за то что войска западного военного округа имели существенные недостатки в деле подготовки к отражению возможной агрессии со стороны фашистской германии были осуждены и расстреляны командующий округом павлов и ряд генералов из его штаба так на одного из них была возложена ответственность за выпуск танков на другого артиллерийского вооружения на третьего самолетов на четвертого снабжения боеприпасами продовольствием и обмундированием и так далее командующих родами войск сталин лично обязал подключиться к членам гк о и помогать им в работе по выполнению программы производства определенной военной продукции точно в назначенное время и нужного качества под воздействием партийно-политической работы повышение искусства управления войсками накопленного опыта вооруженной борьбы усиливался отпор врагу войны всех видов и родов оружие действовали в боях героически и самоотверженно войсках заметно поднялась воинская дисциплина не случайно всемирно известные военные авторитеты это дальше уже автор жухрай пишет и крупнейшие политические деятели мира справедливо характеризовали сталина как исключительно выдающегося политического деятеля и полководца прославленный маршал времен великой отечественной войны 1941-1945 годов георгий константинович жуков вот он жухрай он уважительно к жукову относится в отличие от меня например я уже знаю другой материал поэтому у меня такого уважения к жукову нет после победы был обижен сталином и поэтому оказал вот он его здесь оправдывает так мне кажется мое такое мнение автор оправдывает жукова поэтому оказал 1956 году будучи министром обороны решающие помощь хрущеву в деле критики сталина на двадцатом съезде кпсс без этой помощи жукова такого выступления хрущева просто бы не было но потом он нашел в себе силы встать выше личных обид и в 1969 году написать близко узнать сталина мне пришлось после 1940 года когда я работал в должности начальника генштаба а во время войны заместителем верховного главнокомандующего а внешности сталина писали уже не раз невысокого роста непримечательность виду и в сталин производил сильное впечатление лишенные позерства он подкупал собеседника простоту и общения свободной манеры разговора способность четко формулировать мысли природный аналитический ум большая эрудиция и редкая память даже очень искушенных и значительных людей заставляли во время беседы с и в сталином внутренней собраться и быть на чеку русский язык знал отлично и любил употреблять образные литературные сравнения примеры метафоры писал как правило сам от руки читала много и был широко осведомленным человеком самых разнообразных областях его поразительная работоспособность умение быстро схватывать материал позволяли ему просматривать и усваивать за день такое количество самого различного фактологического материала которое было под силу только незаурядному человеку трудно сказать какая черта характера преобладала в нем человек разносторонний талантливый он не был ровным он обладал сильной волей характером скрытным и порывистым обычно спокойный и рассудительный он иногда впадал в раздражение тогда ему изменял объективность он буквально менялся на глазах еще больше бледнел взгляд становился тяжелым и жестким немного я знал смельчаков которые могли выдержать сталинский гнев и от парировать удар работал много по 12-15 часов в сутки и так жуков потом значит пересмотрел свои взгляды в 1969 году и с обиды на сталина тут когда он обиделся на сталина он поддержал хрущева потом ему пришлось обидеться на хрущева потому что хрущев использовал жукова его ресурсы и так сказать отодвинул жукова но спасибо что не убил не убрал физически просто отодвинул его от властных полномочий и поэтому уже жуков вот видите в шестьдесят девятом году пишет более более справедливую характеристику сталину наверное более реальную как какая была чем в те времена когда он был обижен на сталина но я продолжаю цитировать эту книгу автора жухрая а вот что писал в своих шестистомных мемуарах о сталине злейший враг коммунизма открыто признавшийся в этих мемуарах что настойчиво пытался задушить советское государство при его рождении уинстон черчилль я прибыл в кремль и впервые встретился с великим революционным вождем и мудрым русским деятелем и воином тот же черчилль выступая 1942 году в английской палате общин сказал у меня сложилось впечатление что сталин умеет глубоко и хладнокровно взвешивать все обстоятельства и не тешит себя никакими иллюзиями не менее интересное высказывание о сталине выдающегося американского политического деятеля помощника президента рузвельта гарри гопкинса вот как он описывал свою встречу со сталином зимой 1942 года москве его сталина вопросы были ясными краткими прямыми его ответы были быстрыми недвусмысленными они произносились так как будто они были обдуманы им много лет назад кажется у него нет сомнений он не признает пустой болтом не его юмор остр и проницателен конце июня 1941 года известные английские писатели бернард шоу писал в газете таймс теперь когда стали на нашей стороне мы наверняка выиграем войну обладал ли сталин и высокими человеческими качествами близко знавшие сталина отмечали его доброту и сердечность в отношениях с людьми повседневную заботу о товарищах которыми ему приходилось сталкиваться в работе любовь к дочери светлане вот выдержки из одного из воспоминаний об отличных чертах характера сталина какой это аналитический ум какой он исключительный психолог будучи таким занятым человеком как он знает всех окружающих до мелочей заговорили о светланочке иосиф весь засиял стали вспоминать ее разговоры манеры настроения и стала за столом теплее очень любит музыку особенно русские грузинские народные песни великолепно поет сам вот интересно бы послушать как пел сталин вот и реальном если эти записи наверное есть хотелось бы посмотреть на него как вот он вообще не в простом был и какой у него был голос вот когда он пел одна из самых любимых песен славное море священный байкал завели граммофон и писали русскую приглашали иосифа сталина но он сказал что после найденной смерти то есть своей жены он не танцует вячеслав михайлович молотов вспоминал разговор зашел о присвоении сталину звания героя советского союза после войны сталин сказал что он не подходит под статус героя советского союза я такого мужества не проявил сказал сталин и не взял звезду его только рисовали на портретах с этой звездой когда он умер золотой звезду героя советского союза выдал начальник наградного отдела и и прикололи на подушку и несли на похоронах Сталин носил только одну звездочку, героя социалистического труда. И далее. Сталин очень талантливый, очень инициативный. Он руководил, он был вождем. Более последовательного, более талантливого, более великого человека, чем Сталин, после Ленина не было и нет. В свое время не было ему другого равного человека. Очень он любил Россию и очень русский народ любил. Справедливый очень был. Я не сомневаюсь, что имя его поднимется и снова займет свое славное место в истории. Сам Сталин, помнится, сказал во время войны. Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее. Жил Сталин с семьей на скромную заработную плату, никогда не допуская никаких материальных злоупотреблений. Строго берег народную копейку. Испытывал сам, будучи руководителем Советского Союза, нередко денежное затруднение. Вот несколько весьма характерных примеров. В одном из писем к своей матери, которую Иосиф Сталин очень любил, он, будучи генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии большевиков, правящей в СССР, писал «Здравствуй, мама моя, присылаю тебе 150 рублей, больше не сумел. Если нужны будут деньги, сообщи мне, сколько сумею, пришлю». Выделен автором. Живи много лет. А вот одно из писем к Сталину его жены Надежды Сергеевны Аллилуевой. «Иосиф, пришли мне, если можешь, рублей 50. Мне выдадут деньги только 15 сентября. Промоакадемия. А сейчас я сижу без копейки. Если пришлешь, будет хорошо, Надя». Если бы кто из наследников Сталина задумал после его смерти что-либо продать из вещей, находившихся в его квартире в Волынском, он не сумел бы этого сделать, продать было нечего. Ценных вещей, картин, на стене висела лишь искусно сделанная репродукция из картины художника Ефанова Бурелум, да несколько фотографий журнала «Огонек». Дорогой мебели у Сталина не было. Многочисленные подарки, порой очень дорогие и уникальные, которые Сталин получал от обожавших его рабочих и трудовых коллективов со всех концов мира, особенно в дни его 60-70-летия, он себе не оставлял. Немедленно передавал в собственность государства, музея. Единственный раз Сталин позволил себе отступить от этого своего правила в отношении подаренных ему вождем китайского народа Мао Цзэдуна двух небольших шелковых ковров, на которых было очень искусно вышито «Орел и тигр». Эти ковры висели на одной из стен в его квартире в Волынском. Возможно, что это было дань уважения китайскому руководителю. Когда готовились похороны Сталина, приближенного к нему генерала из личной охраны попросили заменить ботинки, в которых Сталину предстояло лежать в гробу в колонном зале Дома Союзов. «Ботинки были очень старыми, да еще со стоптанными каблуками. Нет у него других», – ответил генерал и заплакал. Великий вождь, перед которым преклонялся и трепетал весь мир, после своей смерти оставил старые, еще с дореволюционного времени меховые доху и шапку, подшитые валенки, две военные фуражки, два военных костюма. В одном из них Сталина положили в гроб шинель, военный плащ, несколько белоснежных рубашек и стопку заштопанных носков. И это не был показной аскетизм. Это был выработанный десятилетиями стиль его жизни. Единственный смысл жизни Сталина состоял в благородном служении трудовому народу. Он был абсолютно чужд накопительству и приобретательству, презирая эту черту в людях. Не случайно Сталин так строго наказывал казнокрадов и всякого рода лихаимцев, невзирая на все их прошлые заслуги. Злоупотребления в среде партийного руководства, руководителей, начинались после его смерти. Ну и далее я не буду говорить, потому что после его смерти, в общем-то, все и началось и привело к 90-м годам, к этим Горбачевым Ельцинам. И мы услышали то, что услышали, что... Бог храни Америку. Вот что мы услышали. Вот до чего докатились эти казнокрады, коростолюбцы, эти любители добра чужого, эти паразиты. Вот, в общем-то, сегодня мы с этим и живем. Но я считаю, что нашему народу трудовому надо знать, какой был Иосиф Сталин. Да равных ему нет. Правильно Молотов сказал. Не родился еще тот человек. А может быть, родился, мы не знаем. Но тех, из кого мы знаем, конечно, равных ему нет. Потому что для них, вот этих вот, так называемых, власть имущих, для них невозможна такая жизнь, вот такая скромная жизнь, чтобы просто быть ради народа, заниматься служением народу. Нет, это для них просто немыслимо. У них совершенно другие мозги. Соответственно, что имеем, то и имеем. Но то, что в нашей жизни был такой человек, в истории планеты был такой человек, это замечательно. И его дело живет, его дело не умерло. Я могу всем в день его рождения только пожелать, вот при наступающем, атакующем мировом фашизме, фармфашизме, я могу только пожелать, будьте как Сталин. А я буду продолжать свои рассказы. И следующим я сделаю сюжет о том, как мы посетили бункер Сталина. Так что ждите, будет интересно. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было познавательно, полезно. Оставляйте свои отзывы, делитесь этим видео. Пускай молодежь знает, кто такой был Сталин. Потому что книга эта вышла малым тиражом. Вряд ли она есть у кого-то. Не у всех она есть дома. Потому что это, говорю еще раз, небольшой тираж. И продается она вот в специальном месте, в которое еще не так просто и попасть. Надо еще специально сделать некие конклюдентные действия, что называется. Вот мы их сделали и приобрели эту книгу, которой я делюсь, выдержками с которой я делюсь. Спасибо Жухраю. И спасибо за эту книгу. И за эту информацию о великом, действительно великом человеке. Чем больше узнаю о Сталине, тем больше его уважаю, прям становлюсь сталинисткой. И, в общем-то, отчасти по-хорошему завидую тому поколению людей, которое жило при нем, которое его видело, которые действительно были по-настоящему счастливыми советскими людьми. Еще раз до свидания. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Благодарю за внимание.